Продолжение следует... Сегодня мы будем говорить о подготовке школьников к ОГЭ и пособиях основной школы, о подготовке школьников к ЕГЭ и пособиях для старшей школы, а также уделим внимание проекту «Я сдам ЕГЭ». Проект молодой, но очень перспективный, и мы, естественно, часть семинара отведем специально для того, чтобы вы смогли подробнее познакомиться с этим проектом и пособиями этого проекта, и познакомиться с условиями и преимуществами, которые дает участие в этом проекте. Итак, первый блок нашего семинара будет посвящен теме возможностей, возможности использования учебно-методического комплекта по обществознанию под редакцией Боголюбова для подготовки школьников к ОГЭ по обществознанию. Почему я начинаю с этого вопроса? Все прекрасно знают, что для успешной сдачи экзаменов нужно готовиться основательно, системно, и системную подготовку нужно начинать еще в основной школе. Мы сегодня с вами увидим, как пособия основной школы помогают выработать школьникам все необходимые умения, знания, которыми они должны обладать для того, чтобы успешно справиться с экзаменом по обществознанию. Итак, начинаем мы с хорошо известным всем документам, с контрольно-измерительных материалов по обществознанию. Контрольно-измерительные материалы по сдаче основного государственного экзамена этого года вы видите перед собой. И первое, на что мы обращаем внимание, это инструкцию по выполнению работы и тем изменениям, которые либо происходят, либо не происходят в содержании контрольно-измерительных материалов. На данном слайде, в данном документе я останавливаю внимание на двух пунктах, они выделены, подчеркнуты красным цветом, поскольку часто встречаются эти вопросы. Уважаемые коллеги, вы можете увидеть, что изменения в КИМах по ОГЭ отсутствуют в этом году. А также обратим внимание на требования к уровню подготовки выпускников, и данные требования будут предъявляться выпускникам во время сдачи государственного экзамена, а в свою очередь выпускники должны демонстрировать знания и умения по данному предмету. Первое, на чем мы остановимся подробнее, это на элементах содержания, проверяемых заданиями экзаменационной работы. Элементы содержания есть в спецификации контрольно-измерительных материалов. Элементы содержания можно найти в кодификаторе контрольно-измерительных материалов. Но я сейчас обращаю ваше внимание на то, как оглавление, как содержание наших учебников отвечает всем или иным компонентам, элементам содержания. Речь идет, как вы видите, об учебнике обществознания 5 класса и учебнике обществознания 6 класса. Все мы с вами прекрасно знаем, что примерно основная образовательная программа содержит изменения. И эти изменения коснулись не только предметной области истории, эти изменения коснулись и предметной области обществознания. И с этого года в учебном плане из обязательной части был исключен час по обществознанию. Тем не менее, предлагалось общеобразовательным организациям, если у них есть таковые условия, что этот час они могут использовать и задействовать из второй части, часовой части, которая распределяется внутри самих образовательных организаций. Итак, нужен или не нужен предмет обществознания в 5 классе? Я прошу всех обратить внимание на оглавление учебника 5 класса и, соответственно, на ту колоночку, которая слева от этого оглавления предложена, где указаны элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы. И вы можете увидеть, что каждая глава учебника обществознания в 5 классе, она соответствует тому или иному элементу содержания, который проверяется во время экзаменационной работы или проверяется на экзамене. Таким образом, мы можем говорить о том, что эти элементы начинаются осваиваться школьниками с 5 класса, школьники получают такую возможность, и здесь же мы остановимся специально на том, что материал учебника, он, конечно, адаптирован на возраст учащегося 5 класса, и все, может быть, какие-то сложные положения той или иной темы в данных учебниках, они изложены более доступным языком. Итак, мы можем с вами убедиться в нужности, необходимости данного учебника, поэтому те образовательные организации, которые располагают данным видом пособия, могут не отказываться от обществознания в 5 классе, и этот час как раз-таки распределять из того резерва времени, которым располагает образовательная организация. Итак, давайте посмотрим, как учебники 7, 8, 9 классов соответствуют элементам содержания, проверяемых на ОГЭ. Итак, перед нами главные такие темы – экономика, право, социальные отношения, и вот представлено оглавление учебников с 7 по 8 классов, вы можете увидеть, что все эти темы, они встречаются и отражены в содержании представленных учебных пособий. Таким образом, мы можем сделать вывод, что содержание учебников основной школы полностью соответствует всем элементам содержания, которые проверяются на экзамене. Выработка необходимых умений, которые требуются от выпускника и проверяются заданиями экзаменационной работы. Так вот, выработка необходимых знаний, умений и навыков может быть сформирована и может быть выработана на примере работы с заданиями рубрик. Мы рассмотрим один из параграфов учебника 6 класса, это параграф номер 8, экономика и ее основные участники. И можно на примере одного из уроков разобрать, какие рубрики, как задания данных рубрик способствуют формированию тех или иных умений, которыми выпускник должен обладать во время сдачи экзамена для того, чтобы претендовать на успешное выполнение работы. Итак, раздел 1 параграфа номер 8, это называется «Что такое экономика?» Мы разберем задание к данному разделу, но прежде чем мы приступим к этому вопросу, вспомним, что учебники у нас переработаны в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Это мы, учителя должны реализовывать системно-деятельностный подход, учителя должны создавать учебные ситуации и их решать вместе с учащимся, или способствовать тому, чтобы учащиеся их решили самостоятельно. И таким образом мы видим, что две входные рубрики, рубрика «Вспомним» и рубрика «Обсудим вместе», они и помогут учителю сформировать учебную ситуацию и могут быть использованы для создания проблемной ситуации на уроке. Итак, эти рубрики состоят из двух вопросов, мы видим, и эти рубрики можно использовать в том числе и для создания дискуссий на уроке. Здесь я возвращаюсь к предыдущему слайду. Мы с вами увидим первоначально, какие вопросы и какие задания предлагаются к первому разделу темы «Что такое экономика». И эти задания, они есть внутри параграфа. Это задание к иллюстрации. Мы видим, что иллюстрация – это не самостоятельный элемент. Иллюстрация, она привязана к тексту параграфа и также подразумевает наличие вопросов и заданий. Здесь вы видите пример такого задания «Пользуясь текстом и иллюстрацией, расскажите об основных проявлениях экономики». И рубрика «В классе и дома» – это рубрика, она находится после материалов параграфа, также содержит перечень заданий по первому разделу. Во-первых, давайте посмотрим. Первое задание говорит о том, что учащийся знакомится с термином «экономика». И вы уже знаете, что термин «экономика» имеет несколько значений. Обратитесь к словарям, интернету и найдите несколько определений этого термина. Предложи одноклассникам обсудить их и дать свои пояснения. Во-первых, какую работу мы здесь видим? Мы здесь видим работу над содержанием понятий. Дальше мы видим работу, направленную на выработку сознательного оценочного суждения. Почему? Потому что предлагаются несколько версий, несколько понятий термина «экономика». идет дискуссия по обсуждению того, какой же из этих определений является более объемным и более полным. В ходе дискуссии учащиеся могут научиться не только отстаивать свою позицию, но и аргументировать прежде всего свою позицию. И плюс в ходе дискуссии, конечно же, наилучшим образом закрепляется значение термина «экономика». Задание номер два рубрики «В классе и доме» предполагает такого рода задание. Можно ли согласиться со следующим утверждением? «Экономика – это сама жизнь во всем ее многообразии». Аргументируй свой ответ. Итак, здесь задание направлено на то, чтобы учащийся научился не только отвечать, но и аргументировать свой ответ. И причем обратите внимание на это задание. Это задание, оно связано и с повседневной жизнью, потому что речь идет о жизни во всем ее многообразии. Таким образом, мы, с одной стороны, работаем над терминологией, над умением объяснять, работать с научной терминологией, а с другой стороны, уметь подтверждать свою точку зрения определенными аргументами. Мы учимся этому и учимся также находить эти аргументы, в том числе и в повседневной жизни, а не только в тексте параграфа. И задание номер три. Один из ученых прошлого определил экономику как науку о богатстве и путях его достижения. Как ты думаешь, достаточно ли обладать экономическими знаниями, чтобы стать богатым? Что еще необходимо уметь для достижения этой цели? Здесь у нас еще и такого же рода работа направлена на поиск и нахождение других аргументов, другого плана и с какой-то определенной точки зрения это задание способствует выработке личностных, универсальных действий, поскольку здесь речь идет не только о богатстве, как неком свидетельстве материального благосостояния, но и, наверное, еще и об уровне образования и каком-то нравственном развитии человека. Второй раздел данного параграфа – это «Натуральное хозяйство». Мы также разбираем виды заданий, которые встречаем в данном разделе. Вы можете увидеть, что данный раздел также предполагает наличие иллюстрации и вопросов и заданий. По этой иллюстрации речь идет о картине «Крестьянское семейство перед обедом». Кроме этого, данный раздел содержит в себе задания внутри раздела и задание связано также с повседневной жизнью. Если вы прочтете это задание, если моя семья использует продукты, выращенные своим трудом, можно ли утверждать, что у вас натуральное хозяйство? Чем еще пользуется семья для удовлетворения своих потребностей? То есть, так или иначе, задание по обществу знаний привязано с теми или иными ситуациями, с которыми ученик, либо его семья сталкивается в повседневной жизни. Самое важное, что нужно запомнить в данном разделе, выделено специальным значком с восклицательным знаком, здесь цель экономики, поддержания и продолжения жизни общества. Для этого производятся разнообразные материальные блага. И вот такое обозначение самого главного в разделе всегда выделяется специальным знаком. Но мы сегодня не говорим об методическом аппарате данных учебников. У нас сегодня немножко другая цель – разбора возможностей тех заданий, которые есть в этом учебнике. Но какие-то моменты мы, наверное, будем отмечать. То есть, здесь для тех слушателей, которые не используют в своих занятиях пособия по обществу знаний под редакцией Боголюбова, пособия для основной школы, то вот здесь как раз-таки стоит обратить внимание на то, что главные мысли в разделе, главные мысли в параграфе, самое важное в параграфе, специальным значком выделяется. Опять-таки, здесь предусмотрены задания к данному разделу рубрики «Проверяем себя», которая также содержит 4 вопроса по данной теме. И здесь вопросы, если мы обратим на них внимание, что общего и в чем различие экономических интересов производителя и потребителя. Какая форма хозяйствования наиболее успешно решает цели экономики? Если мы вернемся к слайду, на котором мы можем говорить о требованиях к уровню подготовки выпускника, то здесь мы говорим о выработке умений сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и объяснять взаимосвязи. Итак, следующий слайд, который вы можете увидеть, он прямо направлен на то, чтобы мы рассмотрели, какие же задания способствуют выработке умений, предъявляемых к выпускникам, умений, которые содержатся в перечне требований, предъявляемых выпускникам на государственном экзамене. Здесь четвертое задание рубрики «В классе и доме», а это все рубрики к одному и тому же параграфу, предлагает работу с таблицей, предлагает писать основные стадии движения продукта на каком-то примере и привести 2-3 собственных примера в каждый столбик таблицы. Задание 4 соответствует умению описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, и человека как социально-деятельностное существо, основные его социальные роли. Итак, задание номер 4 способствует формированию данного умения. Задание номер 6, которое предлагает расположить слова, характеризующие процесс преобразования объектов, природы, предмета, потребления, правильной последовательности, способствует формированию умения объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов, включая взаимодействие общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства. Но здесь идет полный перечень, мы разбираем это умение на примере параграфа, что такое экономика, на примере экономического параграфа. Итак, мы с вами можем увидеть, что каждое из заданий рубрики «Классе и дома», оно способствует формированию умения, которым должен обладать выпускник, чтобы успешно пройти и сдать государственный экзамен. Учебники 8-9 класса, конечно, более академичны, если мы сравниваем оформление этих учебников. Там меньше иллюстрации, возможно, они менее красочны, но они информационно насыщены и также в соответствии с требованиями федерально-государственного образовательного стандарта позволяют реализовать системно-деятельностный подход, достичь необходимых метапредметных результатов и плюс подготовить учеников, учащихся к сдаче государственного экзамена. Итак, в учебнике 8 класса мы видим знакомые рубрики «Вспоминаем и подумаем». Эти рубрики, во-первых, направлены на проверку предыдущих знаний и, во-вторых, позволяют организовать на уроке учебную ситуацию, которая позволит учащимся включиться в учебный процесс. Помимо данных рубрик у нас появляется рубрика «Мнение», и эта рубрика содержит мнение социологов, ученых. Из социологов, ученых я имею в виду представителей других наук. Рубрика «Вопросы внутри параграфа» также сохраняется, и причем если мы сравним рубрику «Вопросы внутри параграфа» с предыдущими рубриками, мы также можем отметить тот факт, что данная рубрика служит не только для того, чтобы учащийся сумел воспроизвести знания из изучаемого раздела, но и более широкое задание содержит поиск каких-то дополнительных аргументов, приведение примеров. Далее появляется рубрика «Документ». Эта рубрика также подразумевает наличие определенных заданий, и здесь обратите внимание, задания направлены на поиск основной мысли документа, почему именно ее ты считаешь главной. Какова главная мысль документа, почему именно ее ты считаешь главной. Опять-таки здесь, во-первых, работа с текстом, смысловой анализ текста, поиск основной мысли автора и плюс учащийся учится аргументации собственного мнения. И также для самоконтроля здесь мы видим рубрику «Проверим себя». Рубрика «В классе и дома» подразумевает более широкий перечень заданий, в том числе и задания проектного типа. Вы видите на представленном слайде задание номер 6, она со звездочкой, то есть повышенного уровня сложности. И данное задание предполагает разработку проекта, предложение об изменении системы образования в основной школе, «Проведите опрос одноклассников, подготовьте презентацию предложения». Ну, достаточно любопытно само по себе задание, но и здесь мы имеем возможность формировать у учащихся навыки проектной исследовательской деятельности, наработку которых мы также должны осуществлять в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. Еще одна рубрика, которая появляется в учебниках 8-9 класса, это рубрика «Факты», рубрика «Ситуации». И здесь как раз-таки я останавливаюсь отдельно на рубрике «Факты», поскольку давайте вспомним, в контрольно-измерительных материалах по ЕГЭ уже есть специальное задание, и это задание, оно одно из наиболее сложных, где приводится перечень неких утверждений, определенный текст, и из этого текста учащиеся должны выделить предложение, которое носит фактический характер, предложение, которое носит характер оценочных суждений и теоретических утверждений. Так вот, понимание фактов, фактического материала мы можем уже формировать в 8-9 классе. Далее рубрика «Ситуации». Здесь опять связь знаний с повседневной жизнью и теми ситуациями, которые мы можем разрешить в повседневной жизни, с привлечением знаний из предмета «Общество знаний». И плюс какие-то советы по данной теме содержатся в рубрике «Учимся». Рубрика «Учимся» встречается не к каждому параграфу, но она подводит итоги некой теме и дает практические рекомендации. Выводы в голове позволяют подвести итог изучения какой-то конкретной темы. Вопросы для повторения служат для того, чтобы учащиеся смогли проверить сами себя, прежде всего, на то, насколько им был понятен пройденный материал, насколько хорошо они его освоили. Рубрика «Практикум». Практическая рубрика. Здесь встречается задание проектного типа, задание на анализ статистической информации, задание на заполнение таблиц и установление соответствий. И обращаю ваше внимание, что задания данной рубрики, многие из этих заданий, они соответствуют формату заданий, которые встречаются на сдаче основного государственного экзамена. Цели и содержание рубрик помещены в специальном вводном разделе от авторов, где говорится о том, какой материал и с какой целью помещен в ту или иную рубрику. Здесь мы с вами можем увидеть, что помимо рубрики «Вспомним», «Подумаем», «Мнение», «Факты». Рубрики уже знакомы. И рубрики, о которых мы уже говорили, есть рубрики, в которых приводится небольшой биографический материал о каких-то известных, выдающихся личностях. Формы заданий, встречающихся в учебнике, разнообразны. Здесь и работа с таблицами, и работа с диаграммами, и работа с графиками. И систематизация материала, она встречается периодически в виде таблиц, в виде схем. И данная систематизация, конечно, позволит учащимся лучше освоить содержание какого-то параграфа, либо какой-то темы. Учебник 9 класса тоже приводится один из параграфов. Параграф номер один – «Политика и власть». И мы с вами видим, что содержание раздела «Проверяем себя», оно служит не только для самооценки учащихся и организации самоконтроля учащихся, но и прежде всего способствует выработке умений описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки человека как социально-деятельностное существо и его основные социальные роли. Если мы посмотрим задания рубрики «В классе и дома», если мы посмотрим задания, которые включаются в данный параграф, то весь перечень требуемых от выпускника умений он может быть сформирован, если учащиеся работают с учебником, если они выполняют задания, если они отвечают на вопросы, которые включены в содержание самого учебника. А рубрика «Практикум» позволяет им выработать навыки проектной и исследовательской деятельности. И плюс, я опять-таки возвращаюсь к предыдущему слайду, обращаю внимание на то, что рубрика «Практикум» позволяет использовать задания, выполнение которого предполагает обращение к ресурсам интернета, и данные задания могут позволить реализовать информационно-коммуникативные технологии. Здесь первый слайд, представленный в презентации, он относится к перечню заданий, которые девятиклассники могут найти во второй части. Приведен пример демонстрационного варианта заданий, демонстрационный вариант 2016 года. И вот данные задания нам интересны в связи с тем, что пособия УМК, речь идет о девятом классе, здесь мы уделяем внимание каждому из видов заданий. Так вот, пособия УМК, они расширяют возможности учителя для подготовки школьников к сдаче основного государственного экзамена. Если учебник ограничивает возможности, например, работы с текстом, поскольку не позволяет, может быть, предложить столько заданий к приведенному документу, а документы в учебнике встречаются, и вопросы задания встречаются, но, возможно, нам хотелось бы расширить вот этот перечень заданий, и поэтому вот этот расширенный перечень заданий по работе с текстом вы можете найти в рабочей тетради. Рабочая тетрадь к учебнику общества знаний девятого класса, она соответствует каждому параграфу учебника и предоставляет дополнительные возможности. Вот эти возможности вы видите перед собой, здесь вот представлен текст, и задания, которые предусмотрены к тексту, они так или иначе связаны с теми заданиями, которые девятиклассники могут встретить на ОГЭ. Итак, это и составьте план текста, и какой смысл автор вкладывает в понятие фундаментальной ценности, то есть здесь мы анализируем текст и ищем смысловой анализ текста, проводим, и дальнейшие задания, они связаны так или иначе с теми заданиями, которые встречаются во второй части ОГЭ. И для более интенсивной подготовки издательство просвещения предлагает использовать тетрадь тестовых заданий, здесь вы видите тоже пример разворота тетради тестовых заданий для девятого класса, тетрадь также входит в состав учебно-методического комплекта по обществознанию, комплекта девятого класса, она также соотносится с теми параграфами, которые вы можете найти в учебнике девятого класса, но помимо этого задания тетради уже специально способствуют формированию навыков работы с теми типами заданий, с которыми учащиеся встретятся на ОГЭ. Итак, вот вы видите здесь у нас работа со схемами и таблицами, вы видите здесь у нас идут задания, которые сопоставимы с заданиями первой части ОГЭ, это задания на поиск одного правильного ответа, задания на проведение соответствий, поиска чертсходств и чертразличий, и плюс задания, которые связаны с анализом статистических данных. На данном примере вы предлагается работать с диаграммами и анализ результатов исследований, которые эта диаграмма отражает. Здесь единственное я отмечаю и комментирую тот факт, что задания тестовой тетради, они рассчитаны на структуру контрольно-измерительных материалов, ту, которая соответствовала части А, части Б, части С. Но мы с вами знаем, что задания части А и части Б у нас вошли в первую часть теперешних структур и Кимов на сегодняшний день, а задания части С составляют в часть 2 контрольно-измерительных материалов 2016 года. И здесь мы говорим о том, что с небольшими комментариями, конечно, учащийся сможет научиться увидеть и распознавать все предложенные виды и формы заданий. И самое главное, что он получит возможность работать с типовыми заданиями, которые будут и в первой части, и во второй части экзаменационной работы. Вот один из параграфов учебника 9 класса, параграф номер 2, государство. Вы видите здесь какие-то извлечения из параграфа. И мысль моя была такова, что каждый из разделов предлагаемого параграфа так или иначе снабжен какими-то вопросами, заданиями уже в самом учебнике. И здесь мы видим, в данном параграфе у нас не освещается заданиями раздел признаки государства, поскольку данный раздел признаки государства мы находим в рабочей тетради. И тут же мы видим задания к данному разделу. Поэтому мы можем говорить о том, что пособия комплекта позволят нам не только лучше освоить материал учебников, но позволят нам расширить вариативность заданий, которые мы можем отработать с учащимся. И тем самым мы можем интенсифицировать в какой-то степени и улучшить вот эту систему подготовки к сдаче основного государственного экзамена. Опять-таки обращаю внимание на то, что помимо тех заданий в форме ОГЭ, которые приурочены к параграфу, к каждому параграфу учебника, я подчеркиваю, мы в рабочей тетради встречаем и работу с текстом, и встречаем задания, с которыми учащиеся столкнутся во второй части работы на ОГЭ. Итак, вы видите, здесь разнообразные тексты, и в том числе у нас одно из заданий уже не по тексту, уже по высказыванию, объяснить смысл высказывания. И здесь я опять-таки соотношу данное задание с одной из рубрик, которые есть в учебнике, рубрика «Мысли мудрых». И здесь мы можем организовать подобного рода работу не только с тем, что у нас есть в рабочей тетради, но и использовать формулировки рубрики «Мысли мудрых» из учебника. Итак, еще раз предлагаю вашему вниманию с одной стороны характеристику и структуру содержания КИМ, характеристика работы 2016 года. Итак, здесь у нас часть первая содержит 25 заданий с кратким ответом, часть вторая содержит 6 заданий с развернутым ответом. И здесь обращаю ваше внимание на то, что каждому заданию номер 1-20 работы предлагаются 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Задание считается выполненным верно, если участник экзамена записал номер правильного ответа. Задание считается невыполненным в следующих случаях. И прописаны эти случаи. И здесь, опять-таки, в левой части слайда вы можете увидеть задания, аналогичные по форме, которые встречаются в тестовых заданиях пособий комплекта к учебнику 9 класса. Это задание части А. Задание А21-25. Ответ дается в виде последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных символов. Такого рода задания, они у нас в части Б. Задания В1, В2, В3, В4. Вы можете найти в тестовых тетрадях. И, наконец, ответы на задания части 2 самостоятельно формулируются и записываются экзаменуемым в развернутой форме. Проверка их выполняется и проводится экспертами на основе специально разработанных систем и критериев. И тут же перед вами предмет заданий такого рода, взятый уже из рабочей тетради пособия комплекта общества знаний к 9 классу. И здесь, таким образом, вполне возможно сделать следующий вывод, что, во-первых, используя ОМК под редакцией Боголюбова, учитель имеет возможность не только реализовать при подготовке и проведении уроков общества знания требования федерального государственного образовательного стандарта, но, что не менее важно, имеет возможность организовать и проводить системную подготовку к сдаче государственного экзамена, проводить ее, начиная с 5 класса, потому что задания и вопросы пособий нашего комплекта, они, во-первых, составлены в форме заданий, встречающихся на ОГЭ, причем задания и из первой части, и из второй части. Во-вторых, содержательная часть, если мы говорим об этих заданиях, и содержание учебника в целом, они соответствуют элементам содержания, проверяемым на ОГЭ. И, в-третьих, выполняя задания учебника, выполняя задания, предусмотренные в пособиях комплекта, отвечая на вопросы, учащиеся формируют у себя необходимые умения, которые они смогут продемонстрировать во время сдачи государственного экзамена, и надеюсь, что данные умения позволят им достичь самых максимальных баллов. Итак, по основной школе мы заканчиваем, и мы переходим к части презентации, которая посвящена пособиям старшей школы и пособиям проекта «Я сдам ЕГЭ». Итак, старшая школа и «Я сдам ЕГЭ». Уважаемые слушатели, уважаемые участники вебинара, вы видите перед собой пособия проекта «Я сдам ЕГЭ», пособия по математике, обществознанию и русскому языку, и одновременно вы можете увидеть страницу данного проекта в интернете на сайте издательства «Просвещение» и те возможности, которые предоставляют вам участие в данном проекте. Итак, первая возможность – это возможность задать вопрос авторам пособий сотрудников Федерального института педагогических измерений. Одна из особенностей пособия заключается в том, что они подготовлены издательством «Просвещение» совместно с сотрудниками Федерального института педагогических измерений, и авторы этих пособий одновременно являются авторами-разработчиками контрольных измерительных материалов, поэтому периодически они к нам приходят, они выступают с вебинарами, и есть возможность стать участником этого вебинара и задать вопрос авторам пособий и одновременно авторам-разработчикам контрольно-измерительных материалов. Еще одно преимущество – это то, что участники имеют возможность получить консультации по работе с курсом в режиме онлайн и узнать о новостях и обо всех изменениях, нововведениях, касающихся единого государственного экзамена. Актуальность данного пособия. Мы сейчас говорим о пособии «Я сдам ЕГЭ». Итак, актуальность этого пособия, она разноплановая, и один из пунктов нашей актуальности, он определен вот как раз-таки документом, который вы можете увидеть перед собой, методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участника ЕГЭ 2015 года. Характеристика типичных ошибок, она дана в нашем пособии, и вы можете познакомиться с теми выводами, которые были сделаны на основе разбора вот тех ошибок, которые были допущены во время сдачи государственного экзамена в прошлом году. И обращаю ваше внимание на то, что вот здесь вот как раз-таки разбирается каждый вид задания отдельно. анализ ошибок, допущенных на ЕГЭ в 2015 году, здесь можно увидеть и на представленных графиках, с пояснениями, представлено с одной стороны процент решаемости заданий, с другой стороны представлены номера заданий, и каждый из желающих может более подробно познакомиться с вот этой статистикой решаемости заданий. И нас здесь интересуют не только вопросы первой части, но и вопросы второй части. И вот на второй график я обращаю ваше внимание. Вы видите перед собой данные о выполнении заданий с развернутым ответом. И на этом графике как раз-таки обращают внимание, что решаемость заданий резко идет вверх, когда у нас задания оцениваются по вот предложенному критерию раскрытия смысла высказывания. Вот с данного рода заданиями выпускники справлялись неплохо. Итак, какие же выводы были сделаны по характеристике анализа ошибок, допущенных на ЕГЭ в 2015 году, мы рассмотрим дальше на примере нашего пособия. А здесь мы поговорим еще об одном пункте актуальности и необходимости данного пособия. Здесь перед вами представлена диагностика решаемости заданий, соответствующих заданию части 1 уже демонстрационного варианта этого года. Вы видите перед собой эту диагностику по разным предметам, в том числе и по обществознанию. Здесь представлены 20 заданий. И вот какое из заданий вызвало больше всего затруднений. Здесь по степени решаемости от самых сложных к наименее сложных, они выстроены в колонке номер 2. Мы с вами видим, если мы разбираем задания самые сложные, то это задания номер 19, 20, 18, 14 и 9. И дальше у меня данная колонка. Параллельно с данными в представленной колонке я привела задания первой части демонстрационного варианта, поскольку у нас задания типовые, для того, чтобы вы имели возможность посмотреть, как то или иное задание успешно или наоборот неуспешно решалось учащимися. И я еще раз напоминаю, что данная диагностика проводилась уже в этом учебном году, в сентябре и в начале ноября. И вот такие результаты показали наши выпускники. Итак, я обращаю внимание ваше только давайте на три самых сложных задания. Мы разберем, что это задания были по своей формулировке. Итак, видим, что как раз-таки самое сложное задание, задание номер 19, оно вот и как раз-таки связано с оценкой положений текста и с тем, какие же положения текста носят фактический характер, носят характер оценочных суждений и носят характер теоретических утверждений. Задание номер 20 у нас связано с тем, что было необходимо ставить в текст пропущенные слова из предложенного перечня. И задание номер 18 у нас предусматривало, что нужно выбрать несколько правильных ответов из предложенного перечня. Вот задание номер 19, номер 20 и номер 18, оно перед вами, мы с вами сможем с ними познакомиться. Итак, следовательно, анализ ошибок, допущенных на ЕГЭ в прошлом году. Раз, анализ диагностики справляемости или решаемости заданий, которые вот вы видели перед собой. Это два, пункт два плана, если мы говорим о актуальности пособия, это вот вторая причина появления этого пособия. Ну и третья причина, и эта причина тоже очень такая глобальная, пособие по обществознанию, оно предполагает форсированную подготовку учащихся, которые обнаруживают с одной стороны слабые знания по предмету, но с другой стороны твердо намеренный данный предмет сдавать, и данное пособие предназначено для того, чтобы учащиеся смогли перейти минимальный порог и, ну, относительно успешно сдать единый государственный экзамен. Вот особенность пособия по обществознанию таково, что оно является дополнительным, и по этому пособию можно заниматься на факультативах, элективах, оно предназначено и для индивидуальной работы, и для групповой, но мы с вами понимаем, что если мы речь ведем о системе подготовки к ЕГЭ и о том, чтобы подготовить учащихся к достижению максимальных результатов во время сдачи государственного экзамена, этого пособия будет недостаточно, и мы говорим, что здесь нужно использовать и пособия ОМК, учебника и пособия входящих в комплект, это раз, но и плюс по возможности еще привлекать какие-то дополнительные пособия. Ну, а те возможности, которые представлены в пособии «Я сдам ЕГЭ», пособия для определенного уровня выпускников, вот вы видите возможности этого пособия, они представлены здесь на слайде. Во-первых, пособие состоит из методических рекомендаций для учителей и из рабочей тетради для учеников. В методическом пособии приведены поурочные планирования по организации подготовки, в методическом пособии приводится анализ типичных ошибок участников ЕГЭ последних лет и методика их предупреждения. В методическом пособии дана краткая характеристика экзаменационной работы, экзаменационная работа этого года, 2016 года, и в методическом пособии приводятся общие методические рекомендации по разным. А с вами для ученика вы найдете встроенные в соответствии с тематическим планированием по новому формату экзаменационных заданий. Каждое занятие нацелено на конкретный результат и содержит теоретический блок со схемами, справочными материалами, а также практический блок с тренировочными заданиями. Специально в пособии выделен раздел «Изучаем Конституцию России». Почему это было сделано, мы с вами посмотрим позднее. Теоретический материал представлен в виде структурированного текста с использованием схем и таблиц. И также рабочий тетрад содержит тематические модули, основные пять модулей «Человек и общество», «Экономика», «Социальное отношение», «Политика» и «Право». Состав модульных курсов видите перед собой. И здесь обращаю ваше внимание на то, что рабочий тетрадь для ученика содержит в себе типовые экзаменационные задания для отработки теоретических знаний на тетрадь. Ключевые особенности модульных курсов серии «Я сдам ЕГЭ» это то, что они разработаны совместно с Федеральным институтом педагогических измерений. Авторы пособия являются авторами-составителями контрольно-измерительных материалов. Пособия помогут подготовиться к успешной сдаче экзамена. Задача базового уровня сложности, подчеркиваю это, это вот особенность пособий по обществознанию, любому ученику 10-11 класса. И пособия содержат подробные методические рекомендации для учителя, плюс задания пособия учитывают все изменения КИМ 2016 года, а также опыт и анализ результатов ЕГЭ прошлых лет, включая ЕГЭ 2015 года. Модульный курс «Обществознание» способствует подготовке по новому формату экзаменационных заданий. В нем выделен раздел «Изучаем Конституцию России». Теоретический материал в виде структурированного текста дан с использованием схем и таблиц. Модульный курс содержит 5 тематических модулей – «Человек и общество», «Экономика», «Социальное отношение», «Политика» и «Право». И плюс в пособия включены фрагменты Конституции Российской Федерации, кодексов и законов Российской Федерации. Итак, содержание методического пособия для учителя вы видите перед собой. Опять-таки, у нас 5-7, каждая из тем включает в себя определенное количество параграфов, и после изучения каждой темы предлагается итоговое повторение. А я обращаю ваше внимание на вводную часть этого пособия, которое содержит в себе краткий анализ результатов ЕГЭ 2015 года, содержит краткую характеристику экзаменационной работы 2016 года, общие методические рекомендации по разным аспектам преподавания курса и тематическое планирование работы с использованием предлагаемого издания. Каждый урок тематического модуля сопровождается удобной навигацией и включает в себя следующие рубрики. На уроке изучается повторение изученного, основное содержание урока, закрепление изученного и также тренировку в выполнении заданий. Данные рубрики соотносятся с рубрикой уроков «Рабочие тетради для обучающихся». Итак, что касается раздела, посвященному анализу результатов ЕГЭ 2015 года, вы видите вот те проблемы основные, которые были обнаружены. Вот здесь на слайде они выделены такой красной рамочкой. И опять-таки обращают внимание авторы-составители этого пособия на то, что в прошлом году участники экзамена нередко допускали ошибки в характеристике институтов духовной культуры, этапов ступеней познания, уровней научного познания, тенденции развития образования в современном мире, критерии социальной стратификации и видов социальной мобильности, политического лидерства его типов, признаков и видов юридической ответственности. И еще они отмечали, что экзамен показал, что около трети участников не знают, что носителем суверенитета и единственным источником власти Российской Федерации является ее народ. Четверть участников связывает светский характер государства с многообразием форм собственности и также перечисляются наиболее типичные ошибки, которые были допущены. И таким образом вот здесь объясняется введение специального раздела, посвященное Конституции Российской Федерации. И авторы-составители обращают внимание на то, что вот данный раздел был наиболее проблематичным, но также обращают внимание, что если мы проверяем тематические модули, проверяем вот элементы содержания, которые определяют содержание кимов, то мы не можем выделить темы, которые давались бы участникам экзаменационной работы, экзаменуемым наиболее легко, а какие-то темы были для них наиболее сложные. Общий перечень допущенных ошибок, здесь он приведем на слайде, мы не будем их подробно перечислять, вы сможете с ними познакомиться. Из методического пособия я сдам ЕГЭ, и здесь опять-таки выделим только одно, что по темам не было вот какой-то такой градации сложных тем и легких тем, где было бы больше ошибок или меньше ошибок. И еще один результат, на который я тоже обращаю ваше внимание, вот он на слайде выделен крупно, он подчеркнут, выделен таким вот жирным шрифтом, вы можете увидеть, что авторы пособия обращают внимание на то, что выпускники, не достигшие минимального балла, в целом не освоили ни одного из умений, формируемых при изучении обществоведческого курса. Опять-таки мы с вами понимаем, о каких умениях идет речь. Эти умения, они содержатся в перечне требований, которые предъявляются к уровню подготовки выпускников, и также подробно перечислены в спецификации и кодификаторе контрольно-измерительных материалов. Что касается раздела, посвященного общим методическим рекомендациям по разным аспектам преподавания курса, то авторы-составители пособия обращают внимание на то, что значительное количество заданий ЕГЭ связано с оперированием обществоведческими понятиями, целью обучения является освоение ключевых понятий по всем разделам обществоведческого курса, хотя бы на уровне распознавания понятий по определениям и наоборот единичным признакам и конкретных проявлений. Вот это мы с вами сейчас отметим, потому что когда мы будем говорить о содержании параграфов, мы с вами увидим, что особенность теоретического блока, она и состоит в том, что теоретический блок у нас связан с отработкой понятий, понятий, элементов понятий, содержаний понятий, проявлений этих понятий и так далее. А сейчас мы, если рассмотрим, какие же методические рекомендации предлагаются авторам пособий для учителя, то обращаю ваше внимание на тот факт, что авторы пособия не только разбирают какое-то задание с примерами, но и дают рекомендации по тому, как надо действовать для того, чтобы данное задание было успешно выполнено. То есть приводит некий алгоритм выполнения работ данного вида, поэтому, с одной стороны, мы говорим о том, что у нас в пособии есть общие методические рекомендации по разным аспектам преподавания курса, и это пособие вроде бы рассчитано на учителя, но, тем не менее, данный алгоритм выполнения или решения тех или иных заданий, он может быть предложен ученику для того, чтобы на данном примере, на данных рекомендациях ученик сам рассмотрел какие-то задания и выработал себе навыки, которые помогли бы ему, которые могли бы ему помочь успешно справиться с данным видом заданий уже во время государственного экзамена. Итак, вот еще раз обращаю внимание на то, что приводится пример задания, разбираются и дается некий алгоритм выполнения заданий. Пример номер два дан по той же схеме. И дальнейшие примеры, которые вы можете увидеть на слайде, я не буду подробно на них останавливаться, но опять-таки скажу, что авторы-разработчики разбирали задания и части 1, разбирали и задания части 2, рассматривали критерии, и давали комментарии по каждому рассматриваемому примеру. Непосредственно структуру параграфа вы можете увидеть перед собой. Здесь мы видим с вами параграф социализации индивида, основные разделы параграфа, и вот вы видите, что основное содержание урока направлено на, во-первых, отработку определенных понятий, элементов содержания этих понятий, и плюс на систематизацию знаний или элементов содержания понятий в виде предложенной схемы. И вторая часть закрепления изученного, которые содержат в себе вопросы по данному параграфу, и также начинается практический блок, который включает в себя часть заданий. Эти задания даны в форме заданий ЕГЭ, и эти задания позволяют практически отработать навыки выполнения заданий такого рода. А все задания предложены по своей формулировке и по форме, по аналогии с теми, которые учащиеся встречают во время сдачи единого государственного экзамена. Итак, я обращаю ваше внимание, что здесь предложены задания не только по тем вопросам заданий, которые встречаются в первой части, но также по тем заданиям, которые есть во второй части. И мы с вами вспоминаем все графики, которые показывали нам успешность решаемости тех или иных заданий на ЕГЭ, которые продемонстрировали учащиеся в 2015 году. И мы с вами помним, что график показал успешную выполняемость тех заданий, которые связаны с раскрытием смысла текста либо высказываний авторов. Рабочая тетрадь, я сдам ЕГЭ, она предназначена уже для учащихся, и каждое занятие нацелено на конкретный результат, содержит теоретический блок со схемами и справочными материалами и практический блок с тренировочными заданиями. Модульный курс предназначен для использования в учебном процессе в качестве дополнительного пособия к основному учебно-методическому комплекту по предмету. Модульный курс может стать основой внеурочных занятий по подготовке к ЕГЭ. Рабочая тетрадь для учащихся начинается с рубрики «Мой индивидуальный план подготовки к экзамену по обществознанию» и составление этого индивидуального плана предполагает входную диагностику, где мы по темам рассматриваем вопросы, обнаруживаем проблемы с пониманием того или иного вопроса и имеем возможность потом вот эти проблемы закрыть в ходе работы с предложенным пособием. Вот обратите внимание, что мой индивидуальный план подготовки предполагает три вида диагностики. Это входную диагностику, затем итоговый контроль после изучения каждой темы и общий итоговый контроль, который проводится в марте-апреле, где-то вот в начале апреля, для того, чтобы можно было в целом определить наши итоговые результаты. И у нас, с другой стороны, было время что-то здесь скорректировать в тех проблемных моментах, которые обнаруживаются при общем итоговом контроле. Здесь хочу сказать, что тематическое планирование пособия рассчитано на 66 часов. Это с учетом итогового контроля по мере изучения каждой темы и общего итогового контроля. Но обращаю ваше внимание, что общий итоговый контроль, он должен проходить где-то не позднее начала, ну или максимум, наверное, середины апреля. Здесь представлен тот же параграф, который мы видели с вами в методическом пособии, предназначенном для учителя. Вы видите, опять-таки, тот же теоретический блок, но здесь, в отличие от содержания теоретического блока, предложенного в пособии, у ученика содержится в первой части, в теоретическом блоке определение понятий. То есть даны определения для того, чтобы ученику было проще разобраться с этими понятиями. В методическом пособии, помимо данных определений, даны рекомендации того, как учитель должен научить школьника понимать данное понятие, потому что можно заучить определение, можно его помнить какое-то время, но научиться понимать и зазубрить – это две разные вещи, мы с вами прекрасно понимаем, поэтому зазубренное может забыться, а если мы научимся понимать то, что вкладывается в тот или иной термин или в то или иное понятие, то можно сформулировать определение по нашему пониманию этого определения. Сто процентной точности определений не требуется на экзамене, на экзамене требуется правильность определения. И первое задание, если мы с вами разбираем вот эту рубрику «Выполните задание», она как раз-таки направлена на то, чтобы проверить понимание какого-то понятия. Предлагается вот ряд суждений, и нужно учащимся ответить, верное или неверное это суждение. Ну и весь перечень суждений, он так или иначе связан с изучаемым параграфом, параграфом с изучаемыми понятиями. Помимо вопросов и заданий по каждому параграфу, мы не забываем, что у нас есть итоговое повторение по теме. Вы видите примеры вот такого итогового повторения. Здесь собраны различные по форме задания. И обращаю ваше внимание на то, что вот в этих заданиях включены задания на анализ статистической информации, представленных в виде таблиц или диаграмм. И также предусмотрены задания по работе с графиками и выполнение задания на основе вот анализа тех изменений, которые фиксируются на графиках. Избирательством просвещения запланированы ряд мероприятий по продвижению серии. И здесь я еще раз хочу обратить внимание на цикл интернет-семинаров. Я сдам ЕГЭ, и эти интернет-семинары и вебинары проводят в том числе авторы пособий и авторы-составители контрольно-экзаменационных материалов. Поэтому первое преимущество – пообщаться с данным человеком, задать ему вопросы. А второе, вот вы видите на данном слайде, участие в интернет-семинарах и вебинарах дает возможность получить сертификат. И данный сертификат предоставляется после каждого проведенного вебинара. Анонс вебинаров на месяц вперед вы можете найти на сайте издательства «Просвещение». И я от себя и от имени издательства приглашаю вас присоединяться к нашим вебинарам. Страница проекта в интернете. Перед вами вы видите адрес нашей страницы. Ну и вы можете попасть на нашу страницу через сайт издательства «Просвещение». Там есть рубрика «Я сдам ЕГЭ» или проект «Я сдам ЕГЭ». Заходя в данную рубрику, вы оказываетесь на данной страничке. А теперь мы разберем основное пособие. Несколько минут остановимся на пособии учебники по обществознанию для старшей школы, учебник базового уровня, учебник под редакцией Боголюбова для учеников 10-11 класса. Почему мы на нем остановимся? А потому, что для успешной сдачи экзаменов нужно изучать предмет системно, и именно учебник должен стать главным помощником в первом списке пособий для подготовки к ЕГЭ. И сотрудники ФИПИ обращали ваше внимание, что в этом перечне учебников в первую очередь мы обращаем внимание на учебники, имеющие гриф Министерства образования и науки Российской Федерации и включенные в федеральный перечень учебников. И особенности линии УМК под редакцией Боголюбова во-первых, является то, что, во-первых, линия УМК с 5-го по 9-й класс, но мы говорим и у учебников 10-го и 11-го классов, они все внесены в федеральный перечень и позволяют организовать систему подготовки к сдаче государственных экзаменов. Все необходимое содержится в составе УМК, это и система практика личностно ориентированных разноуровневых заданий, это и система заданий, направленных на активизацию деятельности учащихся в целях повышения эффективности подготовки к итоговой аттестации, формирование надпредметных и предметных знаний, а также комплекса универсальных учебных действий. Это система деятельностных заданий рубрик «Ситуация, практикум в классе и дома», это система подготовки к экзамену. Электронные приложения позволяют формировать предметные и общие учебные компетенции в мультимедийной среде, навыки работы с современными формами экзаменационных заданий. Электронные приложения к учебникам по обществу «По знанию основной школы» учебники 5.9 вы можете найти на сайте издательства «Просвещение». Электронные приложения к этим учебникам находятся в свободном доступе. И, уважаемые учителя и участники семинара, вы можете зайти на сайт и получить возможность бесплатно скачать электронное приложение к любому из учебников основной школы. Здесь представлена новинка – тетрадь тестовых заданий 5 класса. И я отмечу только то, что, когда мы говорим о системе подготовки к сдаче государственных экзаменов, вот вы видите еще одну возможность, которую предоставляют пособия нашего комплекта. Тетрадь тестовых заданий появилась в прошлом году. Она, с одной стороны, предназначена для работы с учебником 5 класса, с другой стороны, уже формируют навыки работы с теми заданиями, с которыми ученики встречаются во время сдачи государственных экзаменов. Учебники под редакцией Боголюбова для старшей школы реализуют требования в ГОС, включены федеральный перечень учебников, и добавленный новый учебный материал поможет учащимся успешно сдать ЕГЭ по обществознанию. Состав комплекта вы видите перед собой, и здесь учебники старшей школы вместо рабочих в тетради предлагают наличие тетради-тренажеров, которые можно использовать на каждом уроке и отрабатывать определенные умения и навыки. Что касается содержательного раздела наших учебников, перед вами оглавление учебника 10 класса, перед вами оглавление учебника 11 класса, и вы видите, как оглавление учебников соответствует содержательным разделам, которые проверяются во время ЕГЭ. Структурные изменения, которые притерпели учебники, вы также можете увидеть на представленном слайде. Учебники 10 класса состоят из 30 параграфов, и параграфы объединяются в три главы. Первая глава – человекообщество, вторая глава – общество как мир культуры, третья глава – правовое регулирование общественных отношений. А учебник 11 класса состоит из 28 параграфов, и эти параграфы объединены в три главы. Глава первая – экономическое жизнь общества, глава вторая – социальная сфера, и глава третья – это политическая жизнь общества. То есть оглавление учебников соответствует перечню элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ. Более подробные изменения вы можете увидеть на слайде. Здесь обращаю ваше внимание, что изменена внутренняя структура глав, переработаны главы человек в обществе, глава социальная сфера, политическая сфера, правовое регулирование общественных отношений. Изменен методический аппарат, он изменен в соответствии с ВОЗ, ориентирован на работу с различными источниками социальной информации. Проблемные вопросы в начале параграфа содержатся, четко и понятно система навигации дана. В конце каждого параграфа есть рубрика «Словарь». Включены таблицы и схемы внутри параграфа, а также вопросы и задания к документу и тексту параграфа уже развернуты в контексте ЕГЭ. И в конце учебника есть два раздела. Первый раздел содержит темы проектной работы, а второй раздел, он называется «Как успешно подготовиться к ЕГЭ, где даны рекомендации ученикам, которые решили сдавать этот предмет на ЕГЭ». Здесь более подробное оглавление учебника 10 класса и учебника 11 класса. Вы можете увидеть основные разделы и рубрики. Ну, как я сказала, здесь у нас основной вопрос параграфа для создания учебной ситуации, либо проблемной ситуации. Рубрика «Словарь» в конце параграфа, где дается разъяснение новым терминам и понятиям. Рубрика «Практические выводы» помогает осмыслить главные идеи параграфа. Рубрика «Документ» позволяет ознакомиться с законами, суждениями ученых, общественных и политических деятелей. Вопросы и задания к документам способствуют выработке умений, предъявляемых к уровню подготовки выпускников, проверяемых на ЕГЭ. Рубрика «Мысли мудрых» призвана стать информацией к размышлению и может быть использована в качестве задания к мини-сочинению. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта в учебниках выстроена система для организации самостоятельной работы учащихся, вопросы для самопроверки, творческие задания, вопросы для повторения к главе. В учебниках включены материалы, направленные на формирование универсальных учебных действий, навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности. Итак, вот разделы, которые вы можете найти в наших учебниках. Рубрика «Словарь», «Практические выводы», «Документы», «Вопросы и задания к документу», «Вопросы для самопроверки», «Задания» и «Рубрика «Мысли мудрых». Опять-таки, по возможности, где позволяла тема параграфа, материалы были систематизированы, приведены в виде схем, таблиц, графиков. Если мы говорим о системе вопросов и заданий, то будь то задание к документу, а документ и вопросы задания к документу включает в себя каждый параграф учебников старшей школы, они способствуют выработке, во-первых, умений, которые предъявляются к выпускникам, во-вторых, по своей формулировке, они очень схожи с теми формулировками заданий, которые встречаются во второй части тех заданий, которые встретятся на ЕГЭ. Вы видите перед собой, приведен документ из Трудового кодекса Российской Федерации, формулировки заданий к документу, аналогичны формулировкам тех заданий, которые были выявлены в демонстрационном варианте ЕГЭ 2016 года, это задание номер 21 и задание номер 24. То есть здесь мы говорим о наработке навыков работы с определенным видом заданий раз и выработке умений, которые проверяются на ЕГЭ у выпускников. И здесь представлен более широкий вариант формулировки вопросов и заданий к документу, и вы можете увидеть, что каждая из формулировок какого-то задания, она аналогична формулировке заданий номер 21, 22, 23, 24. Я делаю специальную выборку, вы имеете возможность более подробно рассмотреть их позднее. Что касается наработки необходимых умений, с этой целью включены в каждый параграф вопросы для самопроверки и задания соответствующей рубрики. Здесь, с одной стороны, мы говорим, что вопросы для самопроверки реализуют требования в ГОС для именно организации деятельности учеников по самооцениванию своей работы и самоконтролю. Но, с другой стороны, вот вы видите формулировки вопросов. Сами вопросы позволяют выработать и умение характеризовать с научных позиций основные социальные объекты и умение анализировать актуальную информацию о социальных объектов, выявляя их общие черты и различия и умение раскрывать на примерах внутренние теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук. В рубрике «Задания» содержатся задания такого рода, которые способствуют выработке умений оценивать действия субъектов социальной жизни и формулировать на основе приобретенных общественно-поведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам. Подготавливать аннотацию, рецензию, творческую работу, писать мини-сочинения. Можно, используя задания рубрики «Задания» и задания «Рубрики. Мысли мудрых». Такая же работа была проведена с вопросами рубрики «Вопросы и задания к документу», и вы видите, что они не только по формулировке совпадают с теми заданиями, которые могут встретиться на экзамене, но также способствуют формированию необходимых умений для успешной сдачи государственного экзамена. Но поскольку учебники у нас переработаны в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, мы говорим о необходимости формировать и развивать универсальные учебные действия. На данном слайде вы можете увидеть, какая из рубрик способствует выработке, формированию, развитию познавательных УУД, личностных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. В учебно-методический комплект включены вопросы и задания, направленные на работу со схемами, диаграммами, графиками, таблицами. Задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов. Задания на определение терминов, понятий, соответствующих предлагаемому контексту. Задания на дифференциацию социальной информации, фактов и мнений. Эти задания содержатся в перечисленных рубриках. Уровень сложности и форма заданий соответствует аналогичным параметрам контрольно-измерительных материалов единого государственного экзамена. Систематизация и структурирование материала способствует лучшему усвоению изучаемого предмета. Раздел «Как успешно подготовиться к ЕГЭ» содержит ряд разъяснений к принципам подходов к отбору содержания структуры ЕГЭ, а также содержит ряд рекомендаций для успешной подготовки к сдаче единого государственного экзамена с примерами заданий. Выполнять различные варианты заданий, аналогично включаемых в экзаменационный вариант, учащиеся научатся с помощью тетради тренажеров, которые входят в состав УНК. Материалы тетради могут быть использованы при подготовке к урокам, к текущим и итоговым самостоятельным работам. Виды заданий, которые включены в тетрадь, соответствуют аналогичным параметрам заданий части 1 и заданий части 2. Навыки, приобретенные в процессе работы с тетрадями-тренажерами, позволяют учащимся увереннее чувствовать себя на экзамене. И преимущество использования УНК старшей школы состоит в том, что, во-первых, тетради-тренажеры, привязанные к учебникам, позволяют организовать работу на уроке и плюс позволяют отработать навыки работы с заданиями, аналогичными заданиям, встречающихся на ЕГЭ, и тут же освоить необходимый материал, который они должны освоить по плану. Учебно-методический комплект – это обеспечение познавательной и практической деятельности. Что он в себя включает, помимо вышеперечисленного? Ну, во-первых, анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни с применением методов социального познания. Во-вторых, работу с различными педагогически неадаптированными источниками социальной информации, включая современные средства коммуникации. В-третьих, осмысление разнородной социальной информации, отражающие различные подходы, интерпретации социальных явлений, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений. В-четвертых, решение проблемных логических творческих задач, отражающие актуальные проблемы социально-гуманитарного знания. Плюс дает возможность участия в обучающихся играх, моделирующих ситуаций из реальной жизни, участия в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивание и аргументирование своей позиции, оппонирование иному мнению. Осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработку индивидуальных и групповых ученических проектов и осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участие в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. Возможность успеха на экзамене обеспечивает систематическое изучение курса, выполнение разнообразных учебно-познавательных заданий, систематический контроль и самоконтроль результатов образовательной подготовки, знакомство с форматом экзаменов и стандартизированными формами заданий, умение использовать и пользоваться инструкциями по выполнению заданий и оформлению ответа и представление о собственных результатах выполнения тренировочных работ, подобных ОГЭ и ЕГЭ и полученных знаний. Все эти возможности вам позволяют реализовать наш учебно-методический комплект по обществознанию под редакции Боголюбова для основной и старшей школы, а также дополнительное пособие «Я сдам ЕГЭ по обществознанию». На этом я хотела бы завершить свой семинар, пожелать вам, уважаемые участники семинара, уважаемые коллеги, профессиональных успехов, организовать успешную подготовку к ЕГЭ и потом гордиться результатами ваших выпускников и ваших учеников. Спасибо за внимание, я готова ответить на ваши вопросы. Итак, первый вопрос, вопрос Ирины Романовой. Планируется ли издать тестовые задания по обществознанию для 6, 7, 8 классов подобно тестовым заданиям для 5 и 9 класса? Да, планируется. Вопрос Оксаны Ступиной. Написали диагностику в 11 классе. Результат гораздо хуже, чем в прошлом году. Почему не указать в вопросах, сколько правильных ответов должен выбрать ребенок? Уважаемая Оксана, здесь ваш вопрос связан скорее с формулировками тех заданий, которые вы встретили на диагностике и демонстрационный вариант подтверждает, что такие задания не будут. Ну, это решение авторов-составителей контрольно-измерительных материалов. Вы видели, что те изменения, которые произошли в КИМах, они произошли в сторону усложнения, ну, наверное, вот с этой целью и были даны вот такие задания, но я думаю, что по своей сути формулировка этих заданий, оно позволяет увидеть необходимое количество правильных ответов. Опять-таки мы говорим, что эти задания у нас связаны с работой над понятиями и тем, что включают в себя эти понятия элементов понятия, структуры понятий, видовых, родовых понятий. И таким образом, если ученик владеет понятийным аппаратом, я думаю, ему не составит большого труда увидеть вот то количество правильных ответов, которые он должен увидеть по мысли разработчиков контрольно-измерительных материалов. Вопрос Геннадия Танченко. Здравствуйте. В сети прошла информация, что Центробанк договорился с Министерством образования, что в девятом классе в курсе общества знаний не менее 30% будет отведено под уроки финансовой грамотности. Опять будете писать и переписывать учебники? Ведь только по ГОСам новые учебники появились. Ну, уважаемый Геннадий Танченко, здесь я не могу комментировать информацию, которая прошла в сети интернет, поскольку там каждый день очень много информации. Я могу сказать, что для того, чтобы какие-то учебники переписывались или переиздавались с учетом изменений, первоначально должны быть одобрены определенные стандарты. Учебник соответствует определенным стандартам. Вот когда появятся новые стандарты, тогда может идти речь о каких-то изменениях в учебнике. Но сами понимаете, что информация, которую можно найти в сети, она далека от утвержденных стандартов. Поэтому здесь я комментировать ничего не могу. Так, Евгения Сильченко задает сразу несколько вопросов. Первый вопрос по заданию номер 19. Желательно видеть общий подход к дифференциации предложений на факты, оценки и теоретические утверждения. Иной раз встречается разночтение, когда ученик делает упор на глаголы совершенного вида, есть, существуют, действуют и так далее, определяя эти предложения как фактические. Вот составители не имеют однообразного определения и теоретические утверждения также не однообразно различаются в различных заданиях. Уважаемый Евгений Сильченко, вот по заданию, о котором идет речь, то есть там нужно выбрать положение, имеющее фактический характер, характер теоретических утверждений и оценочных суждений. Вот об этом задании вы можете найти комментарии в пособии «Я сдам ЕГЭ», поскольку задание такого рода там разбирается на примере, и я говорила, что авторы-составители этого пособия, они предусмотрели некий алгоритм выполнения данного вида заданий. И вот в том числе по этому заданию там даны определения, что мы понимаем как социальный факт, что мы понимаем как теоретическое утверждение и что мы понимаем от оценочных суждений. Я думаю, что вот данные рекомендации, данные комментарии, они помогут ученикам лучше разбираться с подобного рода задания. В пособии «Я сдам ЕГЭ» они есть. Следующий вопрос это по работе с текстом задания 21-24. Составители задания нередко употребляют в формуле вопроса, опираясь на содержание текста, опираясь на собственный социальный опыт, опираясь на знание курса. Хотелось бы без укоризменности в этих формулировках потому что иногда в ответе на то или иное не предусматривается цитирование части текста, когда желательно точность формулировки, на какое задание или на какую часть задания ученик должен опираться на текст, а в какой части своей работы он должен выйти за пределы текста и приводить аргументы или примеры вне текстового содержания. Уважаемый Евгений, здесь по-моему в формулировке задания вполне ясно, где ученик должен опираться на содержание текста. Если в задании указано, что он должен выполнить задание, опираясь на содержание текста или какую мысль проводил автор в данном тексте, то понятно, что ученик работает с самим текстом. А если задание подразумевает обращение к собственному социальному опыту или опираясь на знание курса, то это предполагает, конечно, выход за рамки этого текста и приведение тех аргументов или тех положений, которые предусматривает данное задание. Мы в первой части семинара разбирали как раз-таки вот такие ситуации, в учебниках основной школы таких ситуаций много, когда создается некий прецедент, который часто можно встретить в нашей повседневной жизни и предлагаются при помощи знаний, полученных при изучении данного параграфа, разрешить вот эту ситуацию так или иначе. дать свои комментарии, либо привести аргументы, либо сравнить эти аргументы, либо действительно решить какую-то познавательную задачу. И вот навыки приведения аргументов с опорой на собственный социальный опыт, они у учащихся должны быть. Что касается на требования аргументирования ответа, опираясь на знания курса, могу опять-таки сослаться на пособие «Я сдам ЕГЭ», вот в том числе тот параграф, который мы с вами разбирали, «Социализация индивида», оно предполагает такого рода задания. С одной стороны, часть задания связана с текстом и работе с текстом, а вторая часть задания как раз-таки предполагает построение предложения с опорой на знание курса. И задание связано непосредственно с теоретической частью параграфа, связанного с терминологией. В данном параграфе, используя данную терминологию, используя понятильный аппарат, полученный при изучении данного параграфа, вполне можно сформировать, сформулировать свой ответ на данное задание. И третий вопрос, Евгения Сильченко, по заданию номер 26, задание предусматривает проверку умения иллюстрировать примерами теоретические положения. Хотелось бы, чтобы в критериях оценивания этого задания оценивалось именно приведение примеров. Оформление ответа приводится, первое приводится теоретическое положение, которое необходимо иллюстрировать, следом пишется конкретный пример. Именно пример, а не разъяснение теоретического положения. Ну, я вот, исходя из формулировки ваших трех вопросов, могу сделать определенный вывод, что у вас есть некие претензии по корректности формулирования тех или иных заданий. Ну, здесь я опять ссылаюсь на наш сайт, на те вебинары, которые вы можете встретить на сайте, участвуя в проекте. Я сдам ЕГЭ, и я говорила и обращала ваше внимание на то, что вебинары проводят авторы пособий, которые одновременно являются авторами-составителями контрольно-измерительных материалов. И я думаю, все вопросы, связанные с корректностью или некорректностью формулировок тех или иных заданий, лучше задавать конкретно авторам-составителям. Тогда это будет по адресу, я думаю, что они дадут вам соответствующий комментарий. Почему именно так было сформулировано и почему именно такое задание дано. Яна Пановарева, если вы, Елена Юрьевна, говорите, что материал пятого класса есть на экзамене, как быть педагогом, который начинает изучать предмет шестого класса? Уважаемая Яна, содержание учебников должно отражать те или иные элементы содержания курса, которые проверяются вот заданиями на УГЭ и ЕГЭ. И я продемонстрировала, как учебник пятого класса вот отражает это содержание и подчеркнула, что здесь вот элементы содержания, они адаптированы на уровень учеников пятого класса. Это не значит, что данная тема, она потом не встретится, например, в учебнике восьмого класса или не встретится в старшей школе. Но она уже будет усложнена и рассчитана на уровень учащихся в соответствующих классах, в то время как вот в пятом классе учебник позволяет освоить этот материал более легко с применением, ну, различных педагогических технологий, в том числе и игровых. И поэтому я больше обращала внимание на то, что образовательные организации, которые располагают учебниками по обществознанию за пятый класс, не должны отказываться от этих пособий, а вот использовать их, опять-таки использовать тот час, который есть во второй части учебного плана. И если образовательная организация решит этот час направить на урок обществознания, я думаю, что это было бы не лишнее, а самое главное, это было бы полезно, тем более для тех учеников, которые впоследствии выберут обществознание как предмет, который они будут сдавать на их знания. Что касается изменения учебника шестого класса, здесь я пока прокомментировать не могу, поскольку вы знаете, какова была ситуация, когда было введено обществознание в пятом классе, был изменен учебник шестого класса, предполагается ли теперь изменение в другую сторону, опять-таки, учебника с шестого класса и включение туда материалов из учебника пятого класса, я пока прокомментировать не могу, поскольку не располагаю информацию, но я думаю, что если однозначно будет принято решение изучать обществознание с шестого класса, то это повлечет за собой, естественно, изменение учебника, но на данный момент никаких комментариев по этому поводу у меня нет, поскольку нет информации. Вопрос Оксаны Штупиной. Когда появятся в магазинах тесты для подготовки к ЕГЭ в новом формате, котовой или лесковой? Вот здесь я не совсем поняла формулировку вопроса. Если вы имеете в виду рабочие тетради, у нас есть рабочие тетради авторского котовой или лесковой, они в магазине уже есть. И наличие пособий комплекта вы можете проверить, зайдя на сайт издательства просвещения, в рубрику каталог, набрать, например, обществознание 9 класс. Посмотреть, какие пособия комплекта у нас есть, где они продаются, по какой цене. Если речь идет о каком-то регионе и отсутствии пособий в магазинах этого региона, здесь вы можете опять-таки прибегать к помощи заказа в интернет-магазины или сделать заказ как раз-таки в магазины книжной сети вашего региона. Они тоже формируют у себя заказы, тоже видят те потребности, которые есть у учителей и учеников и стараются в соответствии с данными потребностями приобрести вот данные пособия, чтобы вы могли их в свою очередь приобрести для себя уже. Если вы имеете в виду какое-то другое пособие авторства Котова и Лесковой, не издательство просвещения, то здесь я опять-таки не могу дать вам никакие ответы и комментарии, поскольку я располагаю информацией о тех пособиях, которые непосредственно выпускаются издательством просвещения. Вот, еще раз повторяю, пособия комплекта авторства Котова и Лескова есть, они продаются, и ваша задача, если вы хотите приобрести их либо через интернет-магазины, либо сделать заказ в региональной сети книжных магазинов вашего региона. Вопрос Варвары Пелягиной. Как предусматривается преодолеть разрыв в содержании базовых и профильных учебников 10-11 классов? Ну, здесь давайте начнем с того, что согласно Федеральному государственному образовательному стандарту у нас исчез профильный уровень обществознания, и поэтому учебник под редакцией Боголюбова по обществознанию профильного уровня не попал федеральный перечень именно по данной причине, не потому что этот учебник плох, а потому что нет профильного уровня обществознания. Но этим учебникам разрешено пользоваться, этот учебник перешел в разряд учебных пособий, издательство выпускает дополнительные тиражи данных пособий, и если вы занимаетесь по учебнику Боголюбова профильного уровня, то, пожалуйста, продолжайте заниматься по данному пособию. Лариса Яковлевна Ложкова, уважаемые издатели, будут ли изданы учебники для профильных классов? Ну вот здесь я, наверное, уже ответила и на вопрос Ларисы Яковлевны. Учебники для профильных классов никуда не делись, они издаются, переиздаются дополнительными тиражами уже в качестве учебных пособий, поскольку как учебники федеральный перечень, они не могут быть внесены, поскольку нет общественного знания профильного уровня в август. Все, вопросы закончились, и я прощаюсь с вами, желаю вам всего хорошего и хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова